Экс-депутат Бахчисарайского городского совета 30-летний Эрвин Ибрагимов пропал 24 мая. По словам его родителей, открытую машину сына нашли неподалеку от дома, где он живет. Вскоре в социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, где видно, как люди в форме сотрудников ГИБДД увозят Ирвина в неизвестном направлении. По данному факту, Следственным комитетом по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Человек разыскивается. Уже месяц правоохранительные органы ведут поиски. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, сколько людей на сегодня числятся пропавшими без вести в Республике Крым и какой процент среди них составляют крымские татары? Пропадают все абсолютно. Русские татары, украинцы, греки, армяне, болгары. Абсолютно все. Все эти факты, они никак не взаимосвязаны с национальностью пропавших людей. Но это та статистика, которая официально не ведется. Ни потерпевших, ни обвиняемых, ни осужденных пытаются проспекулировать извне, за границами, за пределами Крыма. То есть это так называемые члены запрещенной организации в Крыму, в Российской Федерации членами Джилиса. То есть специально пропагандируя и акцентируя внимание на то, что пропадают лишь крымские татары. Это похищение с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму и сделать такой маневр, желая оклеветать и оговорить специально правоохранительные органы Республики Крым в связи с тем, что можно назвать... Я не буду вдаваться в подробности, поскольку не надо уж слишком детально об этом рассказывать. Данное преступление совершили люди, которые были одеты в форму сотрудников ГИБДД. А также автомобиль, в который поместили и Эрвина, который оборудован специальными знаками отличия автомобиля ГИБДД. Это не соответствует действительности. И вообще ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Данная версия проработана в той части, чтобы скомпрометировать каким-то образом правоохранительную структуру. Конечно же, не теряет своей актуальности. Были ли случаи, когда пропавших людей, в частности крымских татар, спустя время находили? Есть факты обнаружения трупов, пропавших людей. В основном эти факты связаны с совершением суицида. Одним словом, факт исчезновения был установлен, но в то же время никакого похищения не подтвердилось, поскольку человек сам ушел, сам скрылся. Бывает такое, это большое несчастье, но, к сожалению, вот решил совершить самоубийство, и правоохранительные органы установили труп. Сразу же возникают мысли вроде того, что либо кто-то украл, либо совершено преступление, либо что-то случилось. И на этих фактах тоже играют противная сторона, противная сторона, противная сторона и тому подобное. Нет. Хорошо, что правоохранительные органы потом выявляют, устанавливают, но очень плохо, что, конечно же, не вовремя, потому что если бы ранее обнаружили и установили, может быть, и не было бы трупов. Вот что касается работы нашей межведомственной группы, о которой, я говорю, была проведена очередная группа, работа данной совещания и заседания, но, к сожалению, опять-таки мы вышли, практически вышли уже к лицам подозреваемым, которые могли совершить данное преступление, но их сейчас в настоящее время еще прорабатывает Следственный комитет. То есть в настоящее время работа проводится, межведомственная рабочая группа эффективно работает. Почему? Потому что... Спасибо большое, Наталья Владимировна, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Наша программа уже подошла к завершению. Напомню, мы говорили сегодня о крымских татарах, которые числятся пропавшими в Крыму, и о том, что предпринимает прокуратура, чтобы найти этих людей.